Всем привет, друзья! Очередное видео для вас. Как всегда, подбираю статейки из журналов старинных пчеловодства. 1960 год, номер 7. Статья называется «Наблюдение над отечавшими пчелами». Ну, сейчас послушаем. Это пчелы, которые находились в дупле. И человек наблюдал, потом собрал и перенес. Как он это производил? Я думаю, это интересные вещи, потому что если кто-то хочет, ну, так сказать, и увидит где-то в дупле, будет ходить вокруг и смотреть, ну, как же его вытащить? Мне случалось неоднократно брать пчел из дупел деревьев. Расскажу об одном из этих случаев. Липа в дупле, в которой жила семья пчел, имела в диаметре около 60 сантиметров. А диаметр дупла был от 33 до 37 сантиметров. Высота дупла составляла 3,5 метра. Имелось отверстие литок овальной формы размером 20 на 25. Он находился ближе к верхней части гнезда. На высоте около 2,5 метра от основания дупла с северо-восточной стороны. Высота сотов, расположенных на холодный занос, превышала 100 сантиметров. В них было множество отверстий, которые служили пчелам для перехода с одной улочки в другую. Размер улочек не превышал 6,5 миллиметров. В верхнюю часть сотов пчелы занесли медом, а края сотов ближе к стенкам дупла первой. В нижней части гнезда были участки с трутневыми ячейками, общая площадь которых равнялась примерно 3,25 стандартной рамки. Почти на самом дне дупла я, к удивлению, обнаружил еще значительное количество трутневых сотов, заполненных медом. Всего меда в дупле было около 25 килограмм. Изъятие пчел из дупла я проводил в начале мая. Сначала делал небольшие отверстия, чтобы узнать расположение сотов. Затем в стороне противоположной литку вырубил окно размером около 1 метра по вертикали и 20 сантиметров по горизонтали. Соты и пчелы собрал в переносной ящик. В гнезде не обнаружил ни сырости, ни следов поноса, ни заплесневелой перги. Не было там и подмора. Чем же объяснить, что в таком большом дупле пчелы хорошо перезимовали? Мне кажется, что этому способствовала прежде всего узко-высокая форма жилища, при которой клуб пчел имел возможность двигаться по сотам снизу вверх. В холодное зимнее время литковое отверстие закрывалось инеем, и воздухообмен происходил за счет пустой нижней части дупла, куда оседал холодный воздух, насыщенный парами. Перенасыщение воздуха влагой не происходило. По-видимому, потому что древесная труха, которая находилась на дне дупла, а также снившие его стенки, поглощали ее. Таким образом, влага была удалена от клуба пчел и не оказывала существенного влияния на его зимовку. Пчелы, взятые из дупла, отличались большой злобливостью, а также враждебностью по отношению к чужим маткам. Две попытки подсадить в эту семью молодых плодных маток оказались безуспешными. Тогда мне без труда удалось поменять маток в четырех других семьях пасеки. То есть, он свободно других поменял, а в этой семье не мог. А в то же время, по той же методике, очень хорошо эти пчелы защищали свое гнездо от чужих пчел. Ну, это город Нарва, Эстонский СССР в то время писал в 60-е годы. Итак, друзья, вот такая вот информация. Интересно при ловле или, так сказать, при вытаскивании с дупла пчел бывших райов. Итак, хочу еще одну интересную статейку прочитать. Она будет небольшая, но весьма интересная. Вам понравится. Потому что все пчелы откуда-то берут мед. У кого-то местность позволяет, метоносная база позволяет. А у кого-то, ну, очень бедная. Ну, и желательно что-то посеять или посадить, чтобы в дальнейшем в вашей местности или хотя бы на вашем участке росли медоносные растения. Вот агроном Вязов, Никитский ботанический сад, город Ялта, Крым. С Крыма в то время описывает такое медоносное растение. Весьма хорошее, интересное, до поздней осени цветет. Прутняк медоносное растение называется. Прутняк или перечное дерево. Интересный и своеобразный древовидный кустарник, заросли которого широко распространены в Крыму. Плоды и листья его обладают пряным вкусом и перечным ароматом. А цветы чрезвычайно охотно посещаются пчелами. Мы изучали это растение в течение нескольких лет в государственном Никитском ботаническом саду близ Ялты. Наряду с медоносными, декоративными, пряными и поделочными качествами пряник является лекарственным растением. Листья его с древних времен употребляют греками, как возбуждающее средство. Плоды, по литературным данным, действуют успокаивающе. Тинктура из зрелых плодов прутняка с 60% спиртом применяется гомеопатии. Плоды и листья используются в народной медицине в качестве средства против малярии. Прутняк обыкновенный. Кустарник до 4 метров. Реже дерево более 6 метров высоты. Из семейства вербеновых. Его противидные, тупо четырёгранные, сильно пахучие ветви, имеют беловойлочное опушение. Листья супротивные, почата сложные, без прилистников, длинночерешатые. Плод. Маленькая, сухая, шарововидная, притуплённая костянка. Вес тысячи штук плодов равен 7 грамм. Очень маленький плод. На южном берегу Крыма прутняк цветёт с середины июля до сентября. Что интересно, отмечайте, это позднее цветущее растение. С середины июля до середины сентября. Весьма хорошее. Плоды начинают созревать в конце августа. На соцветии под ярусами можно одновременно видеть отцвётшие и распустившие цветки и бутоны. Основной сбор зарелых плодов приурочен ко второй половине октября. Плодоношение ежегодное, обильное. Если плодоношение ежегодное, обильное, то и цветение ежегодное и обильное. Плоды обладают приятным запахом и употребляются в качестве пряности. В прежнее время они применялись для приготовления водочных настоек. Древесина, ароматная, серо-жёлтого цвета, с удельным весом 0,7, крупного лакниста, используется для столярных поделок. Прутняк содержит эфирное масло, наибольшее его количество накапливается в растениях в начале первого цветения, а также в конце полного созревания семян. В культуре прутняк сравнительно легко размножается семенами, весенний и осенний посел, отводками, отпрысками и летними черенками. Что интересно, друзья, проживающие на Украине, рядом с Крымом, кто посещает Крым, можно достать такое растение и посадить на своей территории. При введении его к культуре следует иметь в виду, что он может давать удовлетворительные результаты на землях, неприходных для возделывания других культур. А именно, плантацию можно закладывать по склонам для закрепления оползней. Благодаря своей соленовыносливости и высокой декоративности прутняк может употребляться для озеленения даже морских пляжей в качестве живой изгороди или для одиночной и групповой посадки. То есть, если у вас почва где-то солончакова, то и там он может растянуть, что очень важно. Как обычно, такие почвы не застраиваются, не засеиваются и они пустуют. Наконец, ветры прутняка могут быть использованы для плетения корзины и легкой садовой мебели. Это ценное растение нужно шире культивировать, также использовать его на отчисленные декоративные заросли. Как я уже отметил, сейчас я вам покажу, это растение, как оно выглядит. Тут есть фотография. Вот, посмотрите, это от основания. Это вот метелочка цветения, это листья. Ну, приблизительно оно похоже на коноплю. Но это растение не конопля, а кустарник. То есть, такими листочками, как говорится. И еще одна небольшая статейка, друзья. Способ отпугания муравьев от ульев. Я имею небольшую превсадебную пасеку. И несмотря на наличие поблизости к ней муравьиных гнезд, их обитатели ни в улье, ни под верхние утеплительные подушки уже много лет не заходят. А ведь на некоторых пасеках эти назойливые насекомые растаскивают немало количество корма пчел и создают антисанитурию в ульях. Избавился я от них следующим образом. При изготовлении ульев хвою или древесной опилки, которыми заполняя межстеночное пространство, я добавляю печную золу, получаемую после заранее дров. Этого и бывает достаточно, чтобы предупредить заход муравьев в ульи. Зола отпугивает муравьев. Итак, поставьте себе птичку. То есть вы можете песок и золу смешать, посыпать по тем местам, накрыть толью и забить колочки. И поставить или на что-то там положить на бетонные блоки или еще на что положить, поставить ваши улья. И они будут наиболее предохранены. Потому что пчелы не будут гнездиться ни в песке, ни в золе. Итак, до встречи. Ставьте лайки, подписывайтесь. Жду ваших комментариев и вопросов. Будем ждать следующего видео. Продолжение следует...